304 дня за два полета. 27 часов в открытом космосе. Сергей Рязанский рассказал участникам Всероссийского фестиваля «Учащийся молодежи мы вместе», как стал космонавтом. Сергей закончил биологический факультет МГУ, потом аспирантуру Института медико-биологических проблем. В качестве командира экипажа принимал участие в эксперименте «Марс-500». Благенный генерал, начальник Роскосмоса, который спросил, а вот этот бравый командир у нас когда летит? Ему говорят, никогда, товарищ генерал. Он говорит, не понял, он же космонавт. С генералами очень сложно спорить. Он сказал, значит так, я ничего не понял, доложить разберусь. И в итоге принял решение, чтобы мне в виде исключения разрешили пересдать все экзамены по левому кресту, как бортинженером. Так, Сергей Рязанский стал первым бортинженером с биологическим образованием. За время двух полетов в космос Сергей сделал более 300 тысяч фотографий. Самые лучшие увидели сминовцы. На самом деле, это очень интересно узнать о космосе. И всякие штучки интересные. Может, сделать лайфхаки, выражусь так, если можно увидеть вообще, что в космосе находится. Это же необъяснимо все, можно сказать. Во время всероссийского проекта «Классные встречи» юные журналисты российского движения «Школьников» узнали, какие стадии проходит корабль при взлете, какие нагрузки пережили космонавты и с какими трудностями сталкивается экипаж корабля на орбите. На станции космонавты проводят научные эксперименты, ухаживают за кораблем и занимаются обязательной двухчасовой зарядкой. Для такой работы необходимо множество навыков. Стрессоустойчивость, знания естественных наук, языков и медицины. Сергей рассказал сменовцам историю Олимпийского огня. Факел побывал в открытом космосе, а после от него были зажжены факелы на Земле. Границ не существует, главное – это верить в себя, говорит Сергей Рязанский. После встречи каждый сменовец смог сфотографироваться с космонавтом, героем Российской Федерации и председателем российского движения «Школьников» Сергеем Рязанским.